всем привет с вами констатин гражданкин сегодня хотел с вами поговорить про здоровье и в частности про очистительные процедуры значит интересное просто события я вспомнил случайно что ровно год назад у меня была первая очистительной процедуры которые ну скажем так первый раз выбили меня из колеи то есть сопли слюни говорится сейчас меня спустя год вторые очистительные процедуры но усиленные мной одним методом о котором видео пойдет другое в начале февраля буквально выйдет вот а год назад я чистился чистка соды от паразитов которые видео там 210 тысяч просмотров у него на самом деле вообще начиналось со статьи в журнале ну не в этом короче суть суть в том что сегодня по моему ровно год если не ошибаюсь ну в общем я точно не помню числа я помню что в конце января я отказался от мяса не всего мяса а то там некоторого 1 барышня узнала что я рыбу до сих пор ем бывает местами так она там для нее был шок что бы мне хотелось сказать вообще по поводу этих процедур всех очистительных так далее на самом деле по очистке у меня будет видео подробное позже да сейчас я хочу поговорить о другом значит за этот год что я заметил какие выводы могу сделать по очистке а выводы буквально следующие что те кто хочет как в сказке так раз там вот 30 лет засирали организм потом раз и все не будет у вас такого значит все зависит от того насколько вы успели закакать свой организм а 30 годам его успевает закакать каждый если меня смотрит более молодое поколение лет 20 там 25 обычно то есть есть у меня там слушатели есть моложе чуть-чуть а я вам рекомендую не начинать его засирать вот но опять же кто я такой чтобы уберечь от вас от этого урока чтобы вы прошли его сами напомню с чем я начинал я начинал вернее я довел свой организм до такого плачевного состояния а значит весил я 123 килограмма значит но не в весе дело на самом деле хотя вес тоже он дает многое но вес это следствие неправильного питания неправильного жить жизнедеятельность организма я пил курил что еще там ел все что хотел в принципе я понял что моему организму наступает хана и произошло это не далее как в позапрошлом году то есть полтора года назад получается да вот и значит что я понял что мы не вечные что оказывается в моем организме все конечно имеется в виду что и запас прочности вообще я всегда был очень крепким парнем я был всегда спортсменом я занимался всю жизнь спортом у меня мама тренер по волейболу я всю жизнь вырос в школе то есть спорт был для меня очень близкий товарищ да но так как в жизни кажется то ли хотелось попробовать то ли мне нужно было такой урок пережить в общем я побывал и и на другой стороне спорта я вам так скажу поэтому я могу теперь вам рассказывать с точки зрения спортсмена и с точки зрения скажем убившего человека убившего свое здоровье значит я очень сильно ударил по печени по легким я курил больше десяти лет выпивал столько же причем выпивал было бы было местами очень даже неплохо вот и к 29 годам я закакал 28 свой организм очень основательно вплоть до того что мне было невозможно завязать шнурки и терял сознание от а значит питья спиртных напитков в частности пиво и наборе избыточного лишнего веса ну и плюс ко всему это же опять напомню вам это следствие я также это произошло что плюс закупорка лимфососудов кровеносных ну короче там полный букет мама не горюй и вот прошел полтора года мягкой очистки из них год без мяса и я могу сказать следующее что конечно не сравнить даже год назад организм не сравнить то есть скажем во многом стало легче но я теперь понял сколько в человеке может скапливаться просить заражение говна и других шлаков если люди вот сейчас смотрю на людей которые там и были люди которые со мной вместе начинали потом бросили есть люди которые в процессе присоединились есть люди которые расспрашивали меня почему со мной происходит так изменения как-то отбелил зубы там на самом деле ребят я их реально не отбеливал ничего с ними не делал это скажем естественное следствие как ты можешь жить на сыроедение а я не пришлось я не сыроед ребята иначе бы я сразу похудел то есть стрессанул бы организм я скажем так я наверное больше вегетарианец хотя и даже вегетарианцам назвать нельзя потому что я рыбу то периодически ем а вот и ну ни под кого я себя не причисляю до 80 90 процентов моей пищи составляют овощи фрукты вот но все таки 10 15 20 процентов на праздниках да я могу себе позволить какие-то скажем продукты которые бы не съел не сыроед никто такое имеется ввиду допустим там рыбу жареная в кляре допустим ну правда после ним неплохо бывает ну знаете я теперь разбираюсь с привычкой то есть сигаретами разобрался с алкоголем разобрался а вот этим мне хочется понять саму структуру то есть почему срывается почему там ну то есть сказать как обычно вот я сначала все проверяю на себе потом рассказываю вам поэтому я сейчас вам рассказываю честно что со мной происходит чтобы вы не строили догадок потому что люди обычно думаю сейчас вот он на сыроиде не перейду три дня там раз все у меня все ништяк все классно я супермен и когда они получают первые результаты худения то есть они худеют там а у них здоровье лучше становится они могут бросить курить вот как олег сегодня звонил мне с челябинска а вот и человек думает что вот она вот она здоровья наконец-то похудел и вот как раз здоровье она приходит значит запомните ребята с худобой не приходит здоровье здоровье это гораздо более обширная тема и все зависит от того насколько вы хотите быть здоровым как тот ребятенок который песни пляшет и поет 17 лет да или а по сравнению с тем что вы ели тушу свою передвигали а теперь ходите нормально то есть понять и здоровье тоже относительно так вот олег меня спросил а чё у тебя такие темные круги под глазами сейчас ну во первых начнем с того что у меня чистка у меня забит нос просит им а вот и плюс я провожу очистительные процедуры которые подразумевает себя много воды а вот и значит то есть человек сразу обращать внимание на здоровье типа вот как-то из строителей а ты не сорвался случайно смысл в чем я вам хочу донести вот этого всего видео что а очистительные процедуры и очистка организма на носу более глубокая чем просто худение или переход на средний и люди которые у меня это спрашивают они знаете на чем мечтаю что раз и об здоровый раз и молодость вернулась то есть до 40 лет там или 30 лет или 40 или 50 лет организм засирали год сыроедение все и зачастую так и кажется потому что по сравнению с тем состоянием да когда человек ходил вял или вот я сейчас допустим в таком состоянии съем вареная пищу и меня тоже начинает рассматривать там это вот и человек сразу думает что ой надо либо сырое либо общение с вареной в этом все зло а до этого он засирал организм очень долго и на самом деле ответах находится и не там и не там не в сыроедении счастье не вегетарианстве счастье все счастье на самом деле можно сказать внеедение да но это слишком так быстро я сказал то есть не все люди поймут на самом деле человек живет столько сколько ему не надо но фишка в том что эта привычка эта привычка как курить это пищевая наркомания и я сейчас прихожу к выводу причем внутренним выводом сознание организма что это наркомания она сродни алкогольной сродни сигаретной и чтобы ее не то что победить чтобы с ней разобраться нужно определенный подход то есть нужно осознать эту фигню изнутри и тогда я смогу расчленить ее на составляющие и тогда вам уже более точно сказать поэтому не кидайтесь ни в какие крайности не в сыроедение не внеедение никуда не кидайтесь вот чистка организма этот длительный процесс который подразумевает себя переход акцентирую внимание переход на совсем другой вид даже не видно совсем другое питание на совсем другое понятие которое вкладывает себя питание понимаете это не трехразовое питание с котлетками вот и скажем эта тема более такая глобальная я с человеком разговаривал про которого видео буду снимать вот скоро диммин дима гороховский из одессы из одессы одесский такой аферюга хорошие но шучу аферюга нормальный мужик вообще вот так вот у него своя система есть очень интересная называется шланга поппинг когда я называю эти два слова хотя она пишется как одно все ржут на самом деле там скрыта очень большая скажем такая сила которая не знаю вообще разрывает понятия о вхождении в голод вообще разрывает понятия о питании и вообще о смысле даже жизни наверное потому что это все неразрывно связано и вот за тот год который я прохожу очистку многие люди просят мне рассказать там а как вы чистите содовой а вы пробовали там серьезно такие приходят письма вы пробовали перекись водородом вену там по вене там что допускают перекись водорода то есть люди меня вообще пугать начинают в каком смысле они ищут опять же в каком-то в какой-то значит микстуре счастья пустишь это перекись водорода по этому как его поведение и все и сразу ты здоров жри всякую фигню мясо жри картошку жареную жри все жри но перекись водорода по я не пусти и ты здоров будешь то есть нет это вот вера людей слепое какое-то тупое чудо или в диету кажется вообще идиотским то есть сейчас человек придет на диету до полгода там год на диете посидит да и станет более-менее там красивым худым здоровым для чего чтобы ну опять есть котлетки до чтобы опять засирать организм который придется диеты проводить два раза в год потом чем старше тем реже и я не пойму для чего это тогда человеку надо то есть это как вот свое время я разбирался с алкоголем да когда я пил у меня такое было понимание бухать так бухать то есть для меня бутылку пиво выпить не в голове не в попе и что ну и чё дальше то есть если я закладывал я закладывал но для чего чтобы приключения были опять же до беспамятства не напивался я шел чтобы всегда быть на джузе там какой-то дискотеку в клуб там то есть такой алкоголь мне помогал как бы двигаться до пока в итоге не понял что это такая палка о двух концах вот но для этого понадобилось время и то же самое сейчас происходит с диетами с сыроедением то есть опять же люди должны осознать что это стиль питания даже сыроедение это не конечный стиль питания это все равно жратва сейчас смотрю начинают эти сыроеды придумывать всякие блюда которые похожи на настоящие и там этими как его роллы из овощей там и салаты из этого и рагу из этого и майонез из орешков на хрена ребята то есть опять из обосрали всю саму идею питания что питание совсем другое место в жизни должно занимать что когда вот мне мама когда-то говорила поговорка мы едим для того чтобы жить они живем для того чтобы есть а сейчас наши все удовольствия во всех они во всех сферах это удовольствие как бы закрылась для человека в основном сейчас у него одно абсолютное скажем такое удовольствие которое называется пожрать и выпить а вот и ради этого удовольствия человек вкалывает пашет чтобы он мог себе купить подороже пивас там или коньяк и купить там посидеть в кафе мясо там пожрать и так далее и тому подобное совсем у человека другое понятие о это культура целая то есть нельзя так сказать одним словом что перейдем и сырение будь счастье посиди вот на этой диете будет все охеренно так нельзя делать то есть это совсем другой вид и вот пока круче версии чем димы гороховского я не видел ну конечно с моими опять же измышлениями дополнениями почему потому что я всегда задаю вопрос а для чего для чего для чего и вот его скажем система очищение организма в дальнейшем питании она стала таким ключевым кирпичиком которые которая внедрилась мою жизнь и завершила скажем так логически те измышления которых которым я сейчас прихожу вот вот это я вам хотел сказать и когда меня люди просят быстренько напиши видео напиши видео как ты чистишься как там это как там то я говорю ребят я сейчас не могу этого сделать по одной простой причине потому что я еще до конца на себе это не испытал и не уверен смогу ли я вам правду это сказать или не получится то есть в общем вы меня надеюсь вы меня поймете потому что то видео которое буду выкладывать начале февраля она немножко скажем поломает что-то в ваших головах у кого-то мне в принципе не важно потому что я уже пробую это дело с сентября и принципе доволен этом этим я доволен ну все с вами был константин гражданкин до связи